Допустим, вы были невнимательны при установке и установили AfterEffect. И при загрузке обнаружили... О, ужас! Он у вас русской версии. А что со всем этим делать, мы не знаем. Значит, в интернете полно всяких инструкций по поводу 2014 версии, как менять в ней язык. Нужно было пойти в папку с самим AfterEffect и там должен быть каталог AMT Language. Здесь, как видите, такого каталога нет и этот метод уже не работает. Но есть другой метод, который мне удалось обнаружить. Идем в папку Документов. И вот здесь нужно будет создать текстовый файл с таким вот названием. Я вот здесь уже создал. Вот. Должен он выглядеть вот так. AE Force English TXT. Содержание пустое у меня в данном случае, ничего здесь нет. Просто само его наличие в документе говорит о том, что теперь AfterEffect будет запускаться с английским интерфейсом. Вот. Все вернулось. Но все равно в некоторых местах, вот видите, остались куски русского языка. И потом, если вы пойдете, например, в настройки, то вот в папке с настройками обнаружите, что у вас установки вот часть от русской версии файлов, а часть от английской. То есть, по идее, они независимо друг от друга настраиваются. Вот. И настройки хранятся параллельно. Если же вам захочется вдруг вернуться на русский по какой-нибудь загадочной причине, то мы этот файл просто можем удалить или переименовать. И в следующий раз AfterEffect загрузится снова с нашим любимым русским интерфейсом. Можно здесь потыкать и поржать над переводом. А вообще, мне известно два способа установки AfterEffect. Один через Creative Clouds, а другой непосредственно из дистрибьютива. И если вы из дистрибьютива ставите, то у вас есть выбор языка. Тут, соответственно, не нужно спать, а выбирать нужный язык. Ну, а если вы используете Creative Clouds, то я нашел вот такую вот инструкцию на форуме Adobe, как поменять язык интерфейса. И заключается она в том, что вам нужно тоже переставить все равно программу, но в настройках Creative Cloud есть вот язык приложений, там нужно установить. Соответственно, опять же, нужный язык. Удачной вам смены языка. Помните, что четкие пацаны работают только с английской версией. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok